Привет всем, друзья, и добро пожаловать в новый влог. Сегодня у нас суббота. С мужем навели порядок, вернее, ещё не готова ничего. Сейчас траву постригли. Так, листья вот уже один упал, вижу, жёлтенький. Сегодня у нас 32 градуса, жарко, но солнышка нету, но душно. Покажу вам. Тут всё залили. И сейчас где-то у нас, наверное, первый час. Надо точно посмотреть, сколько. Смотрите, какая прелесть. Ой, как прохладно сразу стало, когда всё залили. Травку постригли, посмотрите. И сегодня решили на той неделе... Ну, как вам сказать, почти через неделю мы грелим. Грелим или делаем шашлыки. Надоело уже мясо это. Сегодня решили, я сказала детям, что будем. Или плов будем делать, или картошку тушёную. Картошку тушёную мы любим все. Я вообще сама люблю картошку в любом виде. Вот бабочка прилетела. Да. И решили сегодня, никакое мясо, ничего. Сегодня у нас будет разгрузочный день. Вот я буду сегодня тушить картошку с индюшатями. Девчата, купила индюкам. Индюшачье мясо продаётся в Кауфландии и в Лидли. Вот. И буду сегодня делать. Просто стушить картошку, сделать салатик с помидор. И всё. Больше, говорю, ничего не надо. Ой, как хорошо прохладно стало. Это мы сейчас будем чистить. Муж сразу чистит. Смотрите, как коротко обстригли. Мы сразу, если обстригаем, сразу её граблями счищаем. Потому что трава, бывает, выгорает. И вот это всё троконное, вот это всё сухое, оно у вас, знаете, вы не счищаете. И не даёт той травке, которая снизу пробиваться. Так мы всегда её граблями прочищаем. Расчёсываем, как сказать. Я так говорю. Тут помидоры тоже нарвало. Вот сегодня, не знаю, нас и гости тоже позвали. Тут, ну, мы не пойдём. Я сказала, кому надо, тот сам придёт. Потому что, я говорю, один выходной. Охота отдохнуть, знаете, полежать. Ну, просто сам для себя, как выходной сделать. Так. Всё, убрали. Тоже листья для винограда подрезали. Так, идём дальше. Муж приготовил стульчик. Сейчас вот дровишки мне рубить. Его, на любимый, пенёк. Уже, как его не прошу, говорю, убери куда-нибудь пенёк. Ну, не нравится он мне здесь, честно сказать. Ну, может быть, туда в бок его потом вытащить. Тоже, смотрите. Полностью зелёный наш забор муж постриг. Все листики, всё-всё постриг. Посмотрите. Вот. И, чё хочу сказать. Вот у нас такая... Как вам объяснить? Я с ней всегда тушу картошку или плов делаю. Вот такая вот штука. Вот. Она очень толстая, как двойное, как дно, можно сказать. Да? Казан такой. Вот. Прежде чем как тушить его, я горячей водой вымала. И сейчас мы будем проходить опять маслом, как оно расколется, и мы туда масло вольём. Вот. И когда его, например, мыть надо, да, например, кушать, сварили, всё пусто, например, там остатки там домой взяли, надо обязательно хорошенько тоже помыть и смазать маслом. Просто так не помой, не мойте, не закрывайте крышкой. Она будет ржавая. Вот. Вот такая вот штука. Тут на этой стороне можно жарить тоже. И тут она как закрывается крышкой. Вот такая. Правда, тяжёлая, но она такая должна быть. Всё, вот у меня тут порядок навожу. Сейчас потихоньку начну готовить, потом уже детки придут. Так что сегодня у нас такой семейный влог, потому что тоже, говорю, с мужем бывает, я говорю, даже не видимся. Если я делаю шпейты дни, ну, как и вечерние, да, он приходит, я ухожу. На выходные у нас, то у нас гости, то меня опять вызовут на работу. И я говорю, вот так даже как вместе никак не можем посидеть с детьми. Ну, на той неделе мы ещё, как я работала, но всё равно приходили у гостей тоже. Мы тут и грилили, и на диске тоже и мясо жарили. Ну, как бы отдыхали. Но всё равно это не то. А сегодня, я говорю, просто сами, как семьёй будем. Помидорки тут нарвало. Сейчас мужа, брат, пускай он заедет к нам, Адамому. Хотя у них тоже есть. Но всё равно у нас сильно много их. Сильно вот эти, я говорю, горошины, это виноградины. До того вкусный помидор, я уже вам рассказывала. До того вкусный, эти тоже хорошие. Эти тоже красные. Они, главное, не спелые, девчата, но они до того вкусные, я говорю, сахарные. Всё, тут у нас сейчас жарится недешатина. Сейчас мы её обжариваем до золотистого цвета. Потом кидаем морковку и лук. Желательно покрупнее. Ммм, как вкусно. Теперь пускай обжаривается. Смотрите, обжарили мы недешатину. Добавили лук. У нас был такой и цветной лук, и белый лук. Нарезали полукольцами. Теперь морковка. Ой, как вкусно пахнет. Чеснок здесь у нас, пять зубчиков. И, ой, ваш дым сюда. Ой, что-то мне напоминает, знаете, вот этот вот дым, огонь, вот этот вот. Казахстан. Помните, всегда огороды, палисадники убирали. Вот весной, осенью поджигали всегда. Вот такой запах прям напоминает Казахстан. Так, девочки, что нам потом надо будет? Картошку, моё энергетик. Картошку я тут начистила. Картошка свежая. Я её просто ножом вот таким вот обчистила кожурку. Пошкрябала. Так, это я Рикочки уже косточки обжарила моей собачке. Тут у нас томат, томатная паста, соль, перец. И здесь свежий укроп я взяла с дома. Вот. И всё, сейчас я... Так, подождите, посмотрю. Если обжарилась, то уже можно добавлять мне томат. Такой запах он. Ну и всё, сейчас я буду сюда томат добавлять. Потом закрываю крышкой. Томат можно... Любой обыкновенный томат. Можете просто помидоры. У меня вот такой вот томат. Буду делать сюда. Всё. Сейчас я ещё немножко подсолю. Посмотрю на вкус и закрываю крышкой. И пускай она у меня немножко томится. Ну и потом в конце добавляю картошечку. Опять смотрю на вкус. Всё. Еда готовности. Перед тем, как готовы, укропчиком посыпаю. И всё. Можно кушать. Кинула я картошку сюда. Посолила, поперчила. И стакан воды сюда влила. И вот немножко укропу я сейчас посыпала. И в конце уже перед готовностью, когда она уже сготовится, потом я наверх ещё раз укропу свежую кину. Всё. Закрываем крышкой. И пускай она томится у нас. Вот. Посмотрите, какая она получается. Ещё минут пятнадцать, и всё будет готово. Так, девчата, извиняюсь, конечно, за мой вид. Дочь приехала кушать уже. Муж отправила за батоном, за свежими батонами. И кушать у нас почти уже готово. Вот. Сейчас наверх только сделаю укропчик. Посмотрите, какая красота. Духота. Солнца нет, ну душно. Ну, очень хорошо. Очень красиво. Прям сегодня у нас прям полный гардер. Полная дача. Приехала дочь, идёт. А потом, может быть, попозже, немножко здесь ещё поработаю, поравняю свои грядочки. И, может быть, пойдём ещё в гости сходу. А так уже, в принципе, всё готово. Вот оно. Пенёчек наш закрыли. Эта крышка очень тяжёлая, хочу сказать. Алё, Нелена. Иди сюда, скажи «Халёй». Иди, не стесняйся. Опа-ля. Вот дочь моя. Всем «Халёй». Я. Вот уже сейчас готова. Сейчас покушаем. Я там Рику тоже косточки нажарила. Сын не захотел. Говорит, мама, я дома поел. Пошёл там другу помогать. Ой, он у нас такой простой. Вот он его пожал. Всё, я пойду, вот, ему лучше помогу. Не захотел. Ну. Он у нас каждый день на фитнес ходит. Пока, я говорю, учёба начинается с 3 сентября. И каждое утро у нас с 11 часов начинается фитнес. Вот он ездит на фитнес. И вот как бы так. Так, так, теперь, тут у меня укроп, извиняюсь, я ещё раз. Я уже тут в душ сходила, у нас тут душ. Самодельный сами делали, я вам рассказывала. Девчата, вот этот укроп свежий, да? Теперь я буду сейчас сыпать сюда. Ну, я знаю, что здесь, наверное, не видно. Вот сюда вот я посыпаю. Ну, сейчас я близко камеру сделаю. Пахнет как. И вот это вот наша простая лёгкая еда. Всё. Наварила, конечно. Всегда охота сделать немножко, но получается, я не знаю, на 2-3 дня. Ну, ничего. Может, сейчас соседка моя подойдёт. Я её накормлю. Ещё на завтра останется. Может, эти соседи придут уже. Ну, покажу вам результат. Ну, вот, такая вот красота получилась. Оно очень мягкое. Картошечка разварилась, свежая. Но не обязательно прям свежую картошку. Это я просто, как купила. Я люблю свежую картошку, особенно жареную. Вот прям очень люблю с грибочками, как на севере, с маслятами. Очень люблю маслят. Так, ещё один момент. Начала про север говорить. Тоже мне задавали вопрос. Мы раньше жили на севере. А потом переехали в Казахстан. Чтобы, как бы, не задавали лишний раз вопросов. Потому что мы, я часто говорю о Казахстане, потому что мы с севера переехали в Казахстан. И, как бы, жили в Казахстан. Потом вот я поехала в Германию. А сёстры и братья, братья у меня живут в России все. А вот сёстры родные мои все живут в Казахстане. Ну, будем кушать. Навожу порядок теперь я. В Казахстан. В Казахстан. В Казахстан. Вода у нас питьевая. Хочу сказать. Вот этой вот бочке я уже говорила. И с той стороны тоже вода питьевая. Мои посуду мою. Вот скажите, зачем на даче кухню? Вот зачем? Мы постоянно вот находимся здесь. Пожалуйста. Поварили, кушать сварили, отдохнули, гостей приняли. Если жарко зашли, там у нас всё есть, как бы. Ну, я не вижу никакого этого. Некоторые говорят, что хорошая дача. Надо большую дачу. Да, я люблю большую дачу. Но, знаете, здесь, вот как у нас, да, вот, как в нашем округе, как я хочу сказать, да, у нас вот у всех такие дачи, они небольшие. И вы знаете, нам хватает такой. Время у нас уже пятый час. А мы здесь купаем. А мы здесь купим. Ну, теперь наварила, конечно, я на всё это. Больше полполовины осталось. Больше половины осталось от казанка нашей еды. И ещё, девчата, я потом покажу. Спрашивали про диск, где мы жарим мясо, да? Мы, я нарезаю, например, мясо шайбами. И ещё у нас, как хороший знакомый. И наши, как знакомые, да, часто к нам вот, когда приходят, да, вот они. И тоже, как бы, мы заказывали, первое, что хочу сказать, из Молдавии, из Молдавии вот этот диск мы заказывали уже давно. Уже года два он у нас. Он такой вот, как круглый, да, и... Ну, надо там аккуратно, не на сильном огне, я хочу сказать. Потому что, если кто не знает, да, вот были у нас знакомые, тоже начали вот... А я такая, что я же вообще люблю чистоту. Как оно начало там... Ну, как всё, да, понимаете? Брызгать. Надо потихоньку-потихоньку делать огонь. Потом только вот на этом диске жарить. Потому что масло разлетается, конечно, везде. Так-то хорошо всё на нём жарить, но надо, как на медленном огне. Потому что это такое дело, я говорю, диск сюда чуть-чуть сделаю. А то все у меня спрашивают, вы даже себя не снимаете. Вот только снимайте то, что я делаю. Ну, я делаю, я что смогу, я говорю, я снимаю. Так. Вот так вот сделаю. Видно, не видно. Вот так вот. Вот это вот моя прелесть. Воспоминания тоже о Казахстане. Это вот это вот, девчата, это умывальник. Всемначальник. Он у нас не текёт. А в первой даче у нас вот была такая вот, как синяя. Для новых подписчиков, хочу сказать. У нас это вообще вторая дача идёт. Первая дача у нас была самая первая. Уже сколько? Года три. Четвёртый год, наверное, мы уже здесь. Она сильно большая была. Мы там делали всё. Всё своими руками тоже. Такие там кучи были. Всё поубирали и всё сделали. И решили взять себе поменьше. Ну, дач здесь практически как... Ну, нету. Если есть, они всё по-своим. Знаете, это вообще очень тяжело здесь. Именно вот у нас тут тяжело найти дачу. Тяжело. И вот вам дали эту тоже. Она вся такая запущенная была. Пока мы её сами как не сделали, да. И хочу сказать, там у нас тоже был... Это мужу подарили тоже вот этот вот, как рукомойник. Я так смеялась, говорю, боже мой. Давно... Ну, как... Тут же... Такого же нету, да, в принципе, в Казахстане... Ой, в Германии. И у нас был синий. И теперь у нас вот такой вот. Но он не текёт. А тут немножко протекало, а этот не текёт. Ну, всё. Убралась, прибралась. Порядок навела. Покажу вам ещё раз. Буду, наверное, собираться. Наверное, поедем в гости. Ну, ещё видно будет. Может быть, может быть. Хочу показать вам нашу погоду. Душно. Небо – это моя любимая погода. Когда нету солнышка, знаете, вот такой вот... Бывает ветер то холодный, то такой вот тёплый. Конечно, душновато, но мне нравится эта погода. Поставила сюда казан. Ещё там полно картошки, уже говорила. Ого, ничего себе, это что-то такое. Стрекоза, что ли? Как самолёты летают. Уже полежала, прибрала, уже сказала. Дочь ездила в ДМ. Завезла мне еду для кошки. Подкармливаем кошечку. И сейчас поехала тоже в гости. Сегодня у нас суббота, выходные. То в гости, то ещё что-нибудь. То у нас то одно, то третье, то четвёртое. Покажу вам. Нет, давайте. Сначала, наверное, с ДМа чё покажу. Так. Ну, это... Вафель у меня этот сын любит. Вот обыкновенные вафли. Рисовые. Так. Ну, это она... Там не купила. Домой просто отвезу. Не стала домой заезжать. Тут просто её подруга живёт рядом. И вот она сегодня всех девчат сегодня собирает. И вот они поехали. Все к ней. Так. Маскара 12 июля стоит. Классная такая. Тоже ей пользуюсь. У меня вон та, вон, я вам сказала. Вот дешёвая. Классная такая вообще. И вот такая вот маскара ещё. Есть Васса Фест. Васса Фест, это значит... От дождя, знаете, ничего не текёт. Ничего не текёт. Не текёт ресницы, извиняюсь за мой этот. Ого-го-го. Так. Ну, это... Под глазами подводить. А потом наверх тональный крем. Ну, я думаю, это светловатый. Милена мне купила. Я думаю, что-то светловатый. Так. Ну, это для моей... Для моей приблудной кошечки. Идёт, кричит, кушать ей давать. Вот. У меня там уже полная эта... Чашка. Так. Вот это вот. Так. Это было 39 центов. Потом вот она что купила. Это уже такое... А! Это с молоком. Та без молока. Примесь я так быстренько прочитала. Это лекали. Это вкусняшки. Не знаю, как они будут переводиться. Это вкусняшки. Лекали мы для Эрика тоже покупаем. Но он у нас не понимает. Он у нас сразу съедает. Что он сделал? Например, лекали дают, когда собака там что-то сделала такое. Вот знаете, там кувыркнулась. Но он у нас ест всё подряд. Как бы он такой вот... Вообще он только нашу еду кушает. И кушать такую еду, вы видели, я закупалась только сухой или чтобы было мяско. А такой вот всякой он даже собачью еду не ест, потому что он чихает и рыкает. И мы стараемся такое даже не покупать ему. Вот тоже вот. Ну это такое мягкое тут с колбаской. Вот такое всё. Ну это вот салфетки на лицо вытирать. То, что я и заказывала. Это тоже вот для кошечки. Это уже для Рика мы купили. Это вот эти вот палочки. Вот такое вот он любит, я уже вам говорила. Ну в рот... Ой, вот вроде бы показала. Так, пойдёмте вам ещё покажу, что я сделала. Ой, ну я прям не могу. Будет он это есть, не будет. Не знаю даже, не могу сказать. Тут, по-моему, немножко другое. Ну ничего. Тут у нас душ. Я вам уже показывала. Что-то прям голос трясётся, как будто я первый раз снимаю. Или я просто как запыхалась. Так. Опять. Вчера делала, позавчера делала всё. Немножко как землю стряхнула, чтобы была свеженькая она у меня. Помидорки тоже, где такие красные, уже вырвала. Порвала вернее их. Ну и каждый день. Каждый день рвём. Раньше считала, сколько красных. Два, три красных. А теперь каждый день это срываем. Жёлтые, очень вкусные помидоры. Я сейчас покажу. Ну я дома вчера вырвала. Вот они. До того вкусные. И такие вот сахарные. Вот она. Он даже лопнул. Его, наверное, надо уже вырвать. Он даже лопнул. Такой вот хороший. Так, эти тоже вот. Тоже повырвала. Брат мужа приезжал. Тоже ему нарвала полный пакетик. Вот это тоже очень вкусно. На них уже лопаются. Очень вкусно. Они прямо аж сахарные, сахарные помидоры. И один мне надо на семена опять. Такая красота. Спокойствие. Птички, бабочки. Муж говорит. Вчера, говорит, женщины подходят одна за одну. А как эти цветы называются? Я говорю, ну, немки. Я говорю, ну как, живут в Германии и не знают, как цветы называются? Муж, говорит, сказал. О, мы, говорит, первый раз такое видим. Ну да, они, может быть, знают, но не такие, как высокие сильно. Они так как, ну как, знают, да, что в Кано есть такие цветы, но не такие, извините меня, по два метра. Я думала, там метр пятьдесят, они у меня, посмотрите. Мешок, это уже мусора, травы. Вот все тут на стриг тоже. Об стриг вот эта вот мята наша. Мята это с... Да что такое язык заплетается? Мята это у нас с Туркаи, с Турции. Дали вот рассаду, и посмотрите, какое вымахло. Сначала она у меня там, кто помнит, да, я там сажала. Оно так разрастается везде, знаете, и я взяла, вырвала, потому что оно мне до того, там, уже туда дошло, вот эти вот корни. И мы вот сюда его посадили. Все больше, я говорю, такого вот больше делать не будем. А вот с этими вот мы посмотрим, что осенью будем делать. Что мы, может быть, мы совсем другое сюда посадим. Посмотрим, посмотрим. Осенью или весной. Видно будет. Голубику точно сюда пересадим. А может быть, кружевник посадим, потому что у нас первый год вот такой вот, знаете, с этими... Ягоды есть, вкусные, очень вкусные. Это у нас... Господи, так быстро хотела сказать. Смородина. Красная вон смородина, классная, крыжовник, хороший. Но вот эти вот кусты были, была смородина, да. Но вы понимаете, они сразу, листья начали желтеть и опадать. Это вообще, такого груща не было. Или она больная. Но мы вырвем с корней, я посмотрю, что там. Вот такая красота. Может, там действительно это не хватает, знаете, в этом земле, как кислотности, всякое такое. Я потом посмотрю, что там. Нет, так другое посадим. Может, земля такая вот. Вот такая вот. Красота у нас. Сейчас буду уже собираться домой. Дома тоже перестирали, все сделали. Сегодня, думала, термина у меня... Ну, моя подруга позвонила, говорит, сегодня не могу, давай завтра с утра. Вот поеду завтра с утра. А то у меня вообще в планах было завтра сварить и кушать сделать, как бы на даче. Ой, вкусный виноград. Сегодня тоже, я говорю, вот брату, мужу, вот он помидоры вот дали и винограду. Очень вкусный, очень. Я говорю, первый год у нас. Я говорю, в прошлом году очень много было, как бы, но он мелкий был. А в этом году прям мы сами даже такого не ожидали. Просто коротко обстригли. Землю новую поменяли сюда, именно вот в землю. Тут у меня разом был, трава. Помните, да? Мы это весной все убирали, эту траву вырезали, видели вы, сделали бордюр и туда свежую землю. Все, и вот она пошла. И это дамские пальчики, тоже был заказ в Молдавии. Мы в Молдавии заказывали, они вот такие вот длинненькие и черные. Тоже очень вкусный вот этот сорт. Мы тоже садили, видели, да, как я садила и вам сделала горку. Кто смотрит меня, тот знает. Нет, я делала горку не так, просто посадите, чтобы корень был видно. Полностью его землей зарыть, полностью. Чтобы ему там было тепло с весны, да, полить. Просто водичкой теплой, больше ничем не поливать. Никакими всякими витаминами, ничем. И никакими всякими подкормками, оно само пойдет. Ну вот. Вот еще раз показала. Ну, еще кофе попью. И буду с вами прощаться. Вот. Большое-большое спасибо вам за просмотр. Всем пока. Хорошего вам вечера. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok